Русское радио Австралии Русское радио Австралии Русское радио Австралию В Париже прошел 18-й Всемирный конгресс русской прессы, организованный Всемирной ассоциацией русской прессы ВАРП при поддержке фонда ВАРП и информационного агентства России ТАСС. В столицу Франции съехалось около 250 руководителей и ведущих журналистов, представляющих до 500 русскоязычных СМИ из 62 стран. 63-ю страну должен был представлять журналист из Новой Зеландии, но он перепутал сроки и приехал на месяц раньше. Но душой и сердцем он был с нами. Узнав, что я представляю Австралию, коллеги передавали привет Жане Алифановой и издателю газеты «Горизонт» Семену Пинчуку, то есть об австралийских СМИ участники конгресса знают и помнят. Нас принимали на высоком представительском уровне в посольстве Российской Федерации и в Конгресс-центре ЮНЕСКО. А стартовал Конгресс в день открытия Российского духовно-культурного центра сразу после инаугурации и официальных речей мэра Парижа и членов правительственной делегации из России. Так что мы были первыми посетителями уникального комплекса в центре Парижа, состоящего из четырех зданий – собора, школы, выставочного и концертного залов. На этот участок земли на набережной Бронли претендовала Саудовская Аравия, но отдан он был российскому представительству. И теперь православные купола собора прекрасно смотрятся на фоне Эйфелевой башни. В интерьере храма предполагается устроить иконостас и киоты из каражского мрамора, который использовал для своей скульптур Микеланджело. Центр является частью российского посольства во Франции и обладает дипломатическим унитетом. На него возлагается много надежд. «Очень важно, чтобы это место было наполнено жизнью», – сказал министр культуры Владимир Мединский в начале своего выступления на открытии. Вообще, должны отметить, что на Конгрессе царила интеллигентная дружеская атмосфера, и даже острые вопросы обсуждались по-деловому спокойно и с желанием достичь взаимопонимания, быть полезными друг другу. Согласить приветствию президента Российской Федерации, участникам и гостям 18-го Конгресса Русской прессы. Сердечно приветствую вас по случаю открытия 18-го Всемирного Конгресса Русской прессы. Ваш Конгресс уже многие годы собирает вместе руководители СМИ из различных государств. Подобный формат общения весьма важен для консолидации русскоязычного медийного пространства для обмена профессиональным опытом, для выработки новых идей и проектов. Искренне признательный вам за живой интерес к расходящемуся нашей стране, к российским подходам к актуальным вопросам современности. В нынешней непростой международной обстановке ваша работа по распространению полноценной и правдивой информации приобретает особое значение. Рассчитываем, что представляемые вами печатные и электронные СМИ будут и впредь вносить важный вклад в формирование объективного образа России в глазах зарубежной общественности. Со своей стороны намерены наращивать взаимодействие с вашими изданиями теле- и радиоканалами. Уверен на работе Конгресса будет способствовать в дальнейшем сплочении наших соотечественников в креплении оппозиции русского языка и российской культуры в мире, а также развитию международного гуманитарного сосудочного. Желаю вам успех от всего самого доброго. Президент России Владимир Владимирович. Мединский рассказал журналистам о важных событиях в культурной жизни России в уходящем году, о ближайших планах и новых проектах. Он выделил тему освещения Первой мировой войны, о которой долгое время не было никаких упоминаний. Потомки-эмигранты напомнили о не последней роли России в этом событии. Была создана государственная комиссия и появились художественные документальные фильмы, памятники, ухоженные кладбища. Это событие вернулось в исторический и национальный оборот. Только во Франции поставлено несколько памятников русским солдатам, героям Первой мировой войны. В России, как нигде в мире, инвестируются большие государственные средства в новые театры, в строительство новых музеев и выставочных залов. Министр привел в пример новый Эрмитаж в Генштабе, самый дорогой и амбициозный проект в Европе за 20 лет. Открыто несколько новых площадок Мариинского театра в Петербурге. В Москве строится новый комплекс филармонии. Вернулось понятие очереди, отметил министр. За абонементами давка. В филармонии за несколько дней продается 100 тысяч абонементов на классическую музыку, поэтому строятся новые концертные залы и площадки. Принято считать, что более всего востребовано современное искусство, а в этом году наблюдался ажиотаж вокруг традиционной живописи. На более чем консервативного Айвазовского в Третьяковке было продано более 400 тысяч билетов. На выставку Серова дверь выломали. Люди стояли по 4-6 часов на морозе, чтобы попасть на выставку его картин. Мединский упомянул и грандиозный культурный форум в Петербурге с интересными дискуссиями, открытием новых объектов, премьерами. Все правда, я свидетель. Полезной информацией поделился гендиректор ИТАРТАС Сергей Михайлов. Сейчас с Министерством образования обсуждается вопрос о выделении льготных мест на факультеты журналистики для молодых русскоговорящих абитуриентов со всех концов земного шара. Стало быть, очень востребована молодежь с русскими корнями, выросшая за рубежом и пишущая по-русски. Так что имейте в виду информация к размышлению. В интернете появился молодежный научно-популярный портал «Чердак», порталы про Кавказ, про Дальний Восток, туристический сайт к Чемпионату мира по футболу. Выступил руководитель недавно созданного Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов. Его фраза «Когда охлаждаются отношения между политиками, вдвойне важным становится межкультурное человеческое общение» стала основной идеей Конгресса. Нас также проинформировали о подготовке к проведению в Сочи 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Наверняка кто-то из вас помнит, каким грандиозным событием стали фестивали в Москве в 1957 и 1985 годах. Очередной фестиваль в 2017 году обещает вызвать большой резонанс в мире, и к нему в России серьезно готовятся. Венарные сессии проходили в Конгресс-центре ЮНЕСКО. Обсуждались текущие проблемы русскоязычных СМИ за рубежом, вопросы, связанные со свободой слова и защитой прав журналистов. Сохранение русского языка – одна из обсуждаемых тем. Причем одной из общих проблем сегодня является элементарная грамотность, соблюдение норм русского языка. Декан факультета журналистики МГУ сообщила о результатах мониторинга русского языка в электронных СМИ. Экзамен на грамотной встрече с блеском прошли Михаил Зеленский, ведущий телеканала «Россия», Лариса Медведская с Первого канала и Александр Архангельский, ведущий телеканала «Культура». Значит, на них, на их русский язык вполне можно равняться. Любопытные данные привела Маргарита Русецкая, директор Института русского языка имени Пушкина. Мы действительно понимаем, что есть целый ряд негативных статистических данных, которые говорят о том, что за последние 20-25 лет действительно в мире порядка 50 миллионов человек перестали говорить на русском языке, то есть уменьшился ареал распространения русского языка. Такая статистика есть, она понятна, она связана с изменением статуса Советского Союза, ну, ряд еще других политических тенденций, но тем не менее, то, что происходит в последние годы и тот интерес, который сегодня формируется к России, понятно, прежде всего, связанной с новой политической риторикой России, с экономическими, несомненно, проектами, кроме того, с набирающими обороты достижениями России по-прежнему в спорте, в образовании, в космосе. Все это мы сейчас даже в Институте русского языка ощущаем на себе. Интерес к русскому языку растет, увеличивается количество желающих изучать в России, у себя дома. И в числе наших студентов большое количество жителей Европы, Америки, если в последние годы это преобладало в основном восточные страны, то сейчас вот действительно наметилась эта тенденция. И мы заинтересовались, почему, да, почему это происходит. Современный человек очень прагматичен, он, конечно, любой иностранный язык будет учить, если за этим языком стоят дополнительные возможности. И поэтому мы изучили по открытым источникам, по данным Мирового банка, по данным кадровых агентств, рекрутинговых агентств, все, что было в открытом доступе, достоверная информация, по 185 странам мира. Мы анализировали рынок труда и именно востребованность кадров с русским языком, говорящим на русском языке, как на одном из языков, которым он владеет в профессиональной деятельности. И в результате получилось, что мы анализируем все секторы. Это и военно-политическое сотрудничество, экономическое, образование, туризм, наука, культура. Да, безусловно. И получилось, что 125 миллионов человек с русским языком, такова емкость рынка труда на сегодняшний момент. И эти данные коррелируют и с данными, скажем, Минкомсвязи, которые изучали рынок востребованности прессы на русском языке, информационных источников на русском языке. Но это говорит о том, что можно, если полагаться на оптимистический тренд, что так и дальше будет ситуация изменяться, интерес к русскому языку будет расти, то это вот тот рынок. И для нас, как организации, которые готовят кадры с русским языком, это очень позитивно, положительно, оптимистично. И это, в общем, ориентир для развития. Особо остро обсуждалось положение русскоязычных СМИ в бывших прибалтийских республиках. Общая тенденция – вытеснение с рынка независимых русских СМИ. Журналист из Эстонии Игорь Тетерин приводил примеры реальной информационной войны. Сокращается время трансляции российских телеканалов. Запрещается распространение русскоязычных газет. Журналисты попадают в списки неблагонадежных. В Таллине был арестован известный итальянский журналист Джульетто Пьеза, известный своей критикой позиции Евросоюза и США по Украине. По словам Тетерина, существует миф о мощной финансовой подпитке русских СМИ, якобы для ведения пропагандистской работы. Это неправда, говорит он. Никаких денег из России лично он не получает. Никто его не рекрутирует. В своей профессии он занимается по убеждению и призванию, преодолевая непонимание и любые преграды. Журналист привел пример, как 20 лет пробивался русскоязычный телеканал, но всегда находились причины его не открывать. Но при этом недавно, без всяких административных проволочек, «Зеленый свет» получил русскоязычный телеканал, созданный по инициативе Америки и субсидируемый Америкой с целью борьбы с пропагандой Кремля. В год выделяется 7,5 миллионов долларов на его содержание со всеми вытекающими последствиями. О том, что же дает силы заниматься своей профессией, я поговорила с самим Игорем Тетериным. «Издатель и главный редактор газеты «Комсомольская правда» в Северной Европе. Кроме Эстонии, печатная версия газеты у нас распространяется в трех странах сейчас – Эстония, Латвия, Финляндия. А интернет-версия – 7 стран регионов. Это кроме перечисленных стран. Еще Литва, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия. И вопрос скорее риторический. Почему у Америки находятся средства для создания русскоязычных СМИ из странах Прибалтики, а у нашего государства нет таких возможностей? А потому что они ведут информационную войну. Вот сейчас, знаете, такое понятие информационная война, да? Но цель заключается в том, чтобы изменить умы людей. Их цель я понимаю. А почему мы не сопротивляемся и… А потому что американцы, у них есть огромное преимущество перед Россией. Они печатают доллары. Могут печатать сколько угодно. Даже могут не печатать, а пририсовать несколько нулей в своей компьютерной программе Федеральной резервной системы. И, пожалуйста, и, значит, эти же нули уже отправляются. То есть на этом основана сила Америки. Значит, это и точно так же. Они и свои вооруженные силы, значит, агенты влияния во всех странах, элита, которую они назначают. Это сложная вещь, я, в общем-то, это в деталях не знаю. Но мы все пожинаем плоды вот именно этой американской системы, направленной на глобальное доминирование в мире. Всеми средствами и вооружениями, и, значит, политическими рычагами влияния, и в том числе пресса. Потому что пресса, СМИ, они создают настроение людей. А нам остается только на основе энтузиаста отдельных людей противостоять этому? Ну, почему на основе энтузиазма? Во-первых, на основе убеждений, во-вторых, на основе менталитета. В-третьих, на основе все-таки своей причастности к какой-то человеческой общности. Ну, скажем, вот я, например, чувствую причастность к российской человеческой общности. Несмотря на то, что я живу, значит, это в другой стране, я с уважением отношусь к тем людям, среди которых я живу. Но я не собираюсь становиться, значит, ни эстонцем, ни ватышом, ни шведом, ни финном. Зачем мне это? Вы же понимаете, что человек должен ценить своих родителей, свою родину, свою веру, если она у него есть. Я придерживаюсь вот этих принципов, что это не продается, это не меняется. Интересно было поговорить с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» неуловимым Алексеем Венедиктовым. Пришлось объединиться с коллегами-радищиками из Праги, Мадрида, Торонто и задать общие вопросы. Есть в этом смысл заниматься и навещанием, и как быть и навещанием полезным и востребованным в России? Я вижу, что по рейтингам радиостанции, которые занимаются и навещанием, имеют очень небольшую аудиторию, но, как правило, эта аудитория высококультурная и высокодоходная. И это главный вопрос, ради чего вы собираетесь работать. И навещание, на мой взгляд, не является уже масс-медиа, или оно является масс-медиа в том смысле, что через интернет можно слушать все. Поэтому сейчас потребление очень дискретное, и люди просто уже ищут не какую-то радиостанцию, а либо какого-то журналиста, либо какую-то передачу, ну, на русском языке, если мы говорим. И им абсолютно все равно, делает это «Эхо Москвы» или «Радио Свобода», или «Балтийское радио». Мы ищем такую передачу, мы ее смотрим. Поэтому все упирается в контент. Если вы создаете передачи, которые востребованы определенной частью аудитории, будут служить независимо от того, кто носитель, кто инвестор. Сталкиваемся с тем, что, допустим, в Чехии есть уже довольно большая русская диаспора сейчас, но к нашему чешскому удивлению она достаточно пропутинская. То есть нас это удивляет, что люди уехали и теперь тоскуют. Есть ли для этого какое-нибудь объяснение? Как вы думаете? Я подтверждаю то же самое мыслью Либера. В Испании диаспора русская, она новая, 2000 года практически. То есть ей третья волна, скажем так, эмиграции. Ей 16 лет, но она очень-очень-очень проофициальная. И вот странно. Это для нас странно. Вот что... Совсем не странно, потому что даже еще советская эмиграция, которая находится там на Брайтон-Бичеле в Израиле, вполне пропутинская. Такой феномен существует по всему миру. Чем вы это объясните? А я ничем это не объясняю. Они мои потенциальные слушатели. И они должны... Они будто они пропутинские, антипутинские, не знаю, кто такие путинские. Они должны слушать тот продукт, то варево, которое я делаю. Поэтому такими вопросами пусть задаются политики, которые идут к ним как избиратели. А я иду к таким людям, как журналист или как организатор радиопроцесса. И мне важно, чтобы они слушали, потребляли мой продукт, независимо от своих политических взглядов. В этом и есть смысл радиообщего формата, что потребление должно идти вне зависимости от политических взглядов. Не должно быть партийной радиостанции в широком смысле этого слова. Поэтому, конечно, мы подвергаемся критике за то, что у нас то министр федерального правительства, те, которых называют часто упырями, то лидеры оппозиции. Все недовольны, зачем вы позвали этого, зачем вы позвали того. Мы радиообщего формата, мы являемся супермаркетом. Вы заходите и выбираете то, что вы хотите. Налево мясо, направо кастрюльки. Хотите кастрюльки, вот вам кастрюльки. Хотите мясо, вот вам мясо. Лучше то и другое. Поэтому я думаю, что это есть некая такая тоска не по порядку в жизни, а по предсказуемости жизни, когда ничего не двигается, и ты знаешь, что будет у тебя завтра, и с твоими детьми будет завтра. Я думаю, что в этом. В демократических странах же непонятно даже, кто будет завтра президентом, как говорит Путин. А у нас все понятно на 10 лет вперед. Поэтому такая предсказуемость в бытовой жизни, она приветствуется людьми. Вытекает ли с этого, что европейским странам стоит все-таки немножко побаиваться этих диаспор? Раз они приезжают, создаются действительно достаточно большие диаспоры, а оттуда они, оказывается, они очень даже сочувствуют стране, которая в некотором конфликте уже получается. Добавиться нужно тех, кто создает боевые отряды, и кто является ячейками для разведывательной деятельности других стран. А побаиваться людей с другими взглядами, я думаю, что суть демократии ровно в том, что нужно не бояться, а вести диалог. Радио Мегаполис Торонто, Марина Чернова. Мы работаем в достаточно сложных условиях. Это вы мне говорите. Мы, мы, мы. Это вы мне говорите, а я в простых. Как вы думаете, может ли иметь успех СМИ, которые не освещают вопросы политики? Нет, послушайте, вопросы политики – это вопросы той аудитории, к которой вы обращаетесь. Я могу построить спортивное радио, я не буду освещать вопросы политики, ну, кроме там типа допинговых скандалов. Я могу построить радиокультура, да. Это не важно, это вопрос профессионализма. Вы выбираете ту тему и строите для тех людей, которым эта тема интересна, которым этим направлением интересно. Есть масса радиостанций, которые не касаются политики во всем мире, и они вполне себе успешны. Я вам напомню, что во всех крупных городах на первых местах по рейтингам первые 5-6 месяцев занимают музыкальные радиостанции, и только потом радиостанции разговорные, так называемые. Какой сейчас рейтинг «Эхо Москвы»? «Эхо Москвы» по сентябрю в Москве, то ли на пятом, то ли на шестом месте среди 54 радиостанций, впереди 5 музыкальных. То есть из разговорных мы на первом месте. Как часто вы запускаете новые программы в эфир? Если говорить о больших и серьезных программах, то я думаю, что, наверное, 2 в месяц это максимально. Вообще радио – это очень консервативный жанр. Люди привыкают слушать одних и тех же людей в одно и то же время с одной и той же тематикой. И последний вопрос. Спасибо большое за то, что согласились ответить на наши вопросы на 5 минут. Если это радиоконсервативный продукт, и сбитый совершенно вопрос, есть ли будущее у радио? И это радио, которое находится в интернете, радио ли оно? Именно потому, что радио – очень консервативный продукт. Это означает, что это очень устойчивый продукт. Это самый дешевый продукт, самый доступный радиослушателю. Хорошо, раньше это было радио дома, потом это стало радио в машине. Сейчас это с любого гаджета можно слушать, если вы правильно организуете радио. Более того, если вы запускаете систему подкастов, вы не привязываете человека к линейному слушанию. Он может послушать любимую передачу в тот момент, когда у него есть время, а не когда я ее поставил в сетку. В этом и есть устойчивость радиостанции. Поэтому это очень консервативный, устойчивый продукт. Что значит радио в интернете? Интернет в данном случае – это носитель, это почтальон. У вас было радио по проводам, потом стало радио без проводов, потом стало радио в гаджете. Ну, радио в интернете, ну, интернет-носитель, больше ничего. Нет никаких родовых особенностей радио в интернете. Это радио. Что бы вы могли пожелать независимым СМИ, частным СМИ, радиостанциям, русскоязычным по миру? Это очень просто. Находите свою аудиторию, находите темы, которые интересны вашей аудитории, подстраивайтесь под темы, но не подстраивайтесь под формат. В этом есть симбиоз создателя и слушателя. Мы смотрим, что им интересно, а дальше профессионально мы делаем формат. И вот это надо учитывать. То есть мнение аудитории учитывается, но только в смысле тем. Никак не в смысле форматов, журналистов, кадров и так далее. Это и есть залог успеха. Как вы оцениваете работу русскоязычных СМИ за рубежом? Я ее плохо знаю. Я слежу за СМИ в основном в бывших республиках Советского Союза. Они все разные, как и в России. Есть маргинальные, есть провинциальные, есть маленькие, но очень интересные. Мы с ними сотрудничаем, берем их материалы, они становятся нашими корреспондентами, а мы отдаем свои материалы. Всюду разные. Теперь пожелания Австралии. Ой, Господи. Пожелания Австралии, чтобы она меня увидела. У меня трижды срывалась поездка в Австралию из-за внутреннеполитических здесь комиссий. Я должен был быть с Путиным тогда в Брисбене, не полетел и так далее. Я просто хочу очень увидеть Австралию, потому что я думаю, что вся Австралия, которую мы знаем, это из Жульверна. Она придуманная, она литературная. А настоящую Австралию я ничего не видел. У нас есть слушатели в Австралии, которые слушают нас по интернету, и я хочу, чтобы их было больше. Ярким и убедительным было выступление участницы из Киева Янины Соколовской, журналиста, политолога, главного редактора и учредителя портала «Известия» в Украине. Она рассказывала о том, как в 2013-2014 годах было очень трудно, приходилось работать в режиме «приказано выжить». Упали политические приоритеты, страна была обескровлена финансово и потеряна морально. Но, на ее взгляд, стали происходить чудеса. Начало увеличиваться количество читателей, стали популярными русскоязычные СМИ. В украиноязычных изданиях открывались разделы на русском языке. Говорящие на русском языке люди, и в то же время патриоты Украины, начали искать достоверность, разделять пропаганду от объективной информации. И «Известия» выжили, опираясь на эту объективную информацию. Теперь с выходом в интернет пошел новый приток читателей. Сейчас Юго-Восток – это основная читательская аудитория «Известия», а вторая по значимости – аудитория Львов и Тернополь. То есть, с одной стороны Донбасса, с другой – Галичина. Наблюдается скачок интереса к публикациям. По словам Янины, происходит то, чего не было, начиная с 80-90-х годов. «Мы формируем общественное мнение», – говорит она. «Как мы его сформируем? Сложатся будущее наших стран, отношения между людьми. В первую очередь мы стали уходить от агрессивных названий – сепаратисты, фашисты. Мы с пониманием относимся к проблемам разных регионов. Стараемся события освещать объективно и подавать вторую и третью точки зрения. Сейчас, по ее убеждению, СМИ на Украине приобрели новое звучание. Мы не пропагандисты и даже не информаторы-агитаторы. Мы формируем смыслы. Не на хорошо оплачиваемой чернухе, а на честной объективной информации. Мы нацелены на позитив. Потому открыли портал с чатами под названием «100% позитива». Приятный контент для женщин позитива бесконечный. То есть формирование смыслов должно идти на единение стран и народов. И наша кооперация, говорит Янина, формирует позитивный смысл. На позитив настроено большинство представителей зарубежных русскоязычных СМИ. В своих выступлениях коллеги-журналисты рассказывали о новых рубриках и различных формах привлечения внимания соотечественников к их изданиям. На Кипре, например, в СМИ ведется активная работа по привлечению туристов, по созданию площадок для бизнес-контактов. В Израиле журналистами создан и благополучно работает первый в мире независимый интернет-телеканал на русском языке «Итон ТВ». Он существует без цензуры и ограничений, с интерактивной круглосуточной формой вещания. На нем работают лучшие журналисты Израиля. Мы – эхо, зеркало, а не пропаганда, заявили израильские журналисты. И вот потому у канала 5 миллионов зрителей, 82 тысячи подписчиков, 250 тысяч просмотров ежедневно. Многое издание посвящено сохранению национальных культурных семейных традиций, очень востребованы темы здоровья, воспитания детей, поддержания женской красоты. Ведь жизнь человеческая разнообразна. Между прочим, выходцы из России занимают высокие посты в административных органах некоторых стран. Есть депутат, бывший россиянин в Бундестаге. Перед нами с приветствием от мэра Бруклина выступила коллега-журналист по совместительству помощник мэра. Она от его имени пригласила Конгресс в Бруклин в 2018 году. А в следующем, в 2017 году, Всемирный конгресс русской прессы состоится в столице Белоруссии, Минске. И два слова о Париже. Прекрасная столица Франции изящно переходит в многокрасочную осень. Француженки по-прежнему элегантны, туристов по-прежнему толпы. Правда, вокруг Эфелевой башни неспеша прохаживается четверка автоматчиков. Но в целом Париж есть Париж. Он прекрасен и незабываем. Французская французская Но подданная русская, она такая же москвичка, как была. У бывшей русской подданной в квартире кавардак. А значит, что-то и в душе наверняка не так. Но как легки ее слова, и пусть, неважно, спит. Ведь от столичной голова под утро не болит. И, вспоминая сон про дворики арбатские, Она как в реку погружается в дела. Она такая же москвичка, как была. И, несмотря на настроение дурацкое, Она такая же москвичка, как была. Каштан Французская 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 Москвичка, как была, она такая же москвичка, как была. Редактор субтитров А.Семкин